здравствуйте дорогие мои друзья ну что же давно не читали сказок да хотя не так много людей смотрят сказки но все-таки есть некая группа любителей любителей настоящих сказочных историй и друзья мои вот на самом деле те кто считает себя слишком серьезным слишком взрослым для того чтобы слушать сказки ну они лишают себя целого спектра потому что сколько в сказках есть неких закодированных знаний они может быть не сразу раскрываются как бы внутри за смехом за шутками за какими-то простыми ассоциациями кроется вот именно энергия поэтому друзья мои как ни говорите это не просто развлечения не просто хихиха ха а некие такие очень важные знания которые мы с вами пытаемся получить раскодировав эти истории так весело непринужденно друзья мои поэтому читаем сказки ну дядьку афанасьева мы с вами уже крепко распотронили остались еще у него сказочки но мы их оставим еще на это на на закуску а сейчас мы с вами читаем арабские сказки которые тоже сами понимаете колдовство на колдовстве их друзья мои ну немножко другой менталитет а там хотя наши сказки там кровавые тоже там такой думаешь менталитет нихрена себе у тебя съедят не за понюшку табаку ну а в арабских сказках больше там как бы все на такой купеческой до любит купи продай ты мне это я тебе это но тоже есть такой приятный такой аромат на такое как бы горячий такой воздух с пустыни который идет прямо да вот горячий прямо как из топки я помню однажды летел в африку и ну тогда это в советское время еще самолеты опускались ну не могли так долететь сразу должны были на заправку садиться и вот как раз где-то это было в в аравии где-то по-моему да где-то вот саудовской аравии или было была посадка нет нет какое в это было вот этом как в сомали это посадка была точно и там ну людей еще ту 134 выпускали там ну чтобы в аэропорту в зале ожидания посидеть тогда еще советские времена не то что сейчас и вот тогда я почувствовал вот этот горячий воздух пустыни вот это думаю да как вы здесь ребята живете действительно непросто и сидели там арабы и курили кальян было это замечательно да друзья мои ну что же воспоминания что-то я тут вдарился воспоминания в африканские ладно давайте миска бедняка их это про нас с вами у нас с вами кроме как говорится миски пустой ну бывает наполняемые и там какими-то простыми вещами но не то что у богатеев да уж богатеи они любят икорку поесть да всякие разносолы но это им на пользу не идет друзья мои не идет ладно жил-был бедняк человек простой и честный как мы с вами и не роптал на свою горькую судьбу а вот мы с вами ропщим друзья мои мы очень даже ропщим и грозим этим богатеем плешивым чтобы им пусто было чтобы они с унитаза не слезали неделями или годами даже чтобы все и зашли чтобы им это и корочка с балочком на пользу не шла не удерживалась желудки вот то есть мы с вами в отличие от этого бедняка ропщим на нашу судьбу и как говорится указываем богатеям на их место вместо их как говорится на унитазе ну как говорил ваше место возле параши это говорили в этом фильме ну пойти джентльмены удачи а вот мы считаем что место богатея особенно одного из них самого богатого и самого пришивая наглого именно там ну собянин тоже там бы чтобы он заседал и не вылезал со своей мертвецкой физиономии на закате дня он благодарил всемогущего аллаха за те несколько пиастров что ему удалось заработать а после ужина усаживался с женой детьми на порог своей жалкой лачуги смеялся и распевал вместе с ними песни сам рассказывал или слушал сказки про удивительные приключения и подвиги героев а по соседству в с просторном высоком доме жил богач четко этот собянин же жил но эти вот хотя там богатый дом и бедный а у нас сейчас хрен с маслом знаете богатый отдельно у них там свои районы коттеджные подселки охрана чтобы бедняки их не раздражали своими значит этими песнями веселой и не дай бог начнут петь какую-нибудь мой марсельезу или еще что там ставля ставай проклятием заклеменный весь мир голодных рабов да а им это неприятно слушать собянину тоже было неприятно но здесь в арабском мире он вынужден был же жить рядом с бедняком хотел был конечно особняк прямо построены знаете из мрамора ну как бы как как он любит такой с плитки такой с могильными надписями там дожил там дни годы смерти в общем был богач еще и не таким микро некромантом некрофилом и вообще мерзавцем такой седовласый джентльмен мерзавец к собянин в общем да да по вечерам множество ламп освещали дорогое упранство к дома и одного только не было в его доме смеха и песен богач собянин был хмурый воршлив и собственная жена и дети старались не попадаться ему на глаза и вот сидел богач один как персту открытого огня и предавался мрачным раздумьем где бы еще стырить где бы плитки наворовать и и там это еще уложить из бюджета деньги свистнуть вот о чем мрачного на раздумывал отчего так весел бедняка отчего счастливы его жена и дети вскоре почувствовал он зависть гложет ему сердце и подобно всем завистникам не мог найти покоя пока не разрушит счастье безняка а как разрушить проще и вернее всего отнять у него кусок хлеба кому на ум придет петь и смеяться на пустой желудок ну тем же самым занимается собянин отбирая кусок хлеба у каждого москвича даже у маленьких детишек он отнимает конфетки вот представляете какой мерзавец да человек он был важный то такой тощий конечно вонючий такой холеный да и хозяин мастерской не стал где работал бедняк не стал ему перечить точно друзья мои сказка про собянина он сколько предприятий закрыл малых и больших ход друзья мои в арабском мире тоже такие были не стал ему перечить выгнал он бедняка а наш выгнал столько бедняков что даже и сказки не сказать и пером не описать тут только одного бедняка и в тот вечер в глинобитной лачуге не было слышно смеха и песен богач убедившись что все вышло как он хотел позлорадствовал и улегся спать на свою шикарную постель бедняк с ног сбился пытаясь найти новую работу все тщетно как друзья как и у нас вскоре их скудные бережения растаяли и однажды утром жена сказала бедняку остался последний пиастр сходи купив вареных бобов для детей а дальше будем уповать на аллаха бедняк взял треснутую деревянную миску и пошел покупать бобы на обратном пути он ненароком споткнулся и высыпал все бобы на землю с тоской поглядел он на грязное месиво у ног возвращаться с пустыми руками к жене и детям не хотелось выбрасывать миску жалко глядишь и пригодится когда-нибудь бедняк отскреб миску сухим песком и поскольку спрятать ее некуда надвинул на голову потом он зашагал к реке в надежде устроиться нападенную работу у берега бедняк увидел судно готовое к отплытию с несколькими гребцами на болт на борту он спросил хозяина нужны ли ему гребцы и как раз и не хватало и его наняли плыли они несколько часов и уже вышли на середину реки как вдруг налетела буря и судно пошло ко дну возле остров где жила какое-то незнакомое племя несколько человек утонуло а другие среди них наш бедняк приплыли к острову когда они выбрались на берег их окружили оставить они и повели к своему вождю он укрывался от палящего полуденного солнца под большим тростниковым навесом вождь с подозрением посмотрел на стоящих перед ним людей и взгляд его остановился на бедняке тот выделялся своей деревянной миской надвинутой на голову что привело тебя на остров грозно спросил вождь судьба не задумываясь ответил бедняк а что за странная вещь у тебя на голове то есть он подозревал все это магическая вещь что это колдун знаете деревянную миску не каждый будет носить деревянная миска сказал бедняк и снял ее протянул вождю вождь никогда не видел деревянной миски с любопытством вертел ее в руках почему ты носишь ее на голове она хорошо защищает от солнца начался бедняк вождь недоверчиво пробурчал себе что-то под нос потом надел миску на голову и прошелся по палящему солнцу голову и вплаву напекала меньше дай мне свою миску сказал вождь снова усаживаясь под навесом а я подарю тебе взамен все что понравится на моем острове помоги мне вернуться домой к жене и детям взвалился бедняк я позабочусь о тебе кивнул вождь но раз ты взял у меня эту вещь я должен что-то подарить тебе вождь опустил руку в тростниковую корзину стоявшую возле него и стал пригоршними черпать оттуда рубины бирзу изумруды вот пусть свои ребятишки позавят позабавится блестящими камешками приговаривал он кидая самоцветы впадал потрепанной рубахе гостя потом приказал своим воинам отвезти бедняка к реке там он оттолкнул людей окликнул людей на проходящем мимо судне они переправили его на другой берег друзья мои но это был волшебный остров да понимаете что он попал в другой мир вы думаете а там драки прямо рядом жили жили на измерение и там вот зачерпнул вот этих вот волшебных камней значит бедняк тут же отправился на базар но купил столько всяких лакомств для жены и детей сколько смог унести и вечером после праздничного ужина ну конечно с выпивоном друзья мои в глинобитный славчуге снова зазвучали пение и смех но он еще там себя на купил такой как говорится такой магнитофон у раньше помните такие были здоровенные какой-то бумбок бомбокс такой тыц 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 то есть он обрубил у собянина там люстра хрустальная золотая закачалась там унитаз золотой начал вибрировать то есть бедняком сразу начал так таких такие пляски устраивать что значит это ну еще пригласил все всех свою всю родню свою все чтобы начали гулять потому что ну как бы денег то много значит богач услышал что советение веселяться и решил что бедняк временно нанялся кому-то в услужении и недолго им еще радоваться но спать он лег с неспокойной душой по собянин пока не всех работы не лишит и все все это не сопрет сиденье он не успокоится однако не в этот вечер до богача почему-то на следующий доносились звуки веселья и черная зависть змеей зашевелилась у него на груди богач прикинулся добрым и участливым и по-соседски зашел бедняку вот зашел бы ко мне сучок собянин я бы ему но жалко живет далеко я бы ему сказал все друзья мои я бы ему сказал этому седоволосому джентльмену от всех москвичей что я думаю о нем а его противной морде а его этих сотрудниках измерий мерзавцев на мерзавцы где он их набрал а вот этой о том что он москву превратил в город мертвецов я бы все ему это друзья сказал а может быть и еще и приложился кого как говорится к его морде пощупал так сказать его его бы морду как следует не просто так бы он не вышел у меня а еще бы еще лучше оставил бы работать я пусть пусть как говорится трудом своим заслужит у меня на огороде как говорится много много работы почему бы сам я не не поработать у меня на огороде скажите пожалуйста я бы вообще не возражал ну правда гатун мертвец и мертвые энергии принесет на мой огород но я потом очищу ладно значит значит бедняк как все простые люди честные не держал в сердце зла и не подозревал что богатый сосед навлек на него беду он рассказал без утайки свое приключение слава аллаху теперь не мнение моей семье никогда не придется голодать разосно заключил он свой рассказ богач слушал его с каменным лицом а сам лопался от злости вернувшись домой он всю ночь провел мрачных раздумьях сидя у открытого окна а под утро ему пришла в голову мысли а что если ему самому отправиться на остров там же еще плитка не положено то всем и волшебный остров приедет туда с подрядами скажет я вам сейчас все устрою за асфальтирую плитку положу и будем здесь как говорится все жить поживать а вы за это мне драгоценных камней полный значит мешок думаю где же этот остров то вроде в нарядом совсем а нет острова потому что остров волшебный значит как поднялись домочадцы богач приказал забить ощипать и зажарить десятки индюков гусей и голубей потом уложить их в тростниковые корзины несколько других корзин доверху заполнили маслом яйцами горячим с хлебом и свежим сыром и когда он нанял судно которое отвезло его с дарами на остров время уже перевалило за полдень на берегу богача окружили островитяне отвели к самому вождю сидевшему в тени по тростниковым навесом что привело тебя на мой остров грозно спросил его вождь горячее желание увидеть тебя и высказать свое почтение угодливо улыбаясь униженно кланяясь сказал богач собянин а что у тебя в корзинах спросил вождь подозрительно ощупывая их взглядом молю принять мой скромный дар заискивающий пролебетал богач и не раздавшись ответа принялся распаковывать корзины ставить их перед вождем вождь сунул руку в одну корзину потом в другую с большой охотой перепробовал все и промычал с набитым ртом выражая свое удобрение потом он раздал все что осталось людям своего племени собравшимся после навеса а когда они уплетая лакомство за обе щеки очистили корзины и стали довольно похлопывать себя по животам вождь обратился к богачу стоявшего рядом в ожидании вознаграждения как видишь твои дары пришлись нам по вкусу и знак того что я высоко высоко ценю твое щедрое приношение дарю тебе самую дорогую вещь на моем острове и с этими словами вождь вытащил из ближайшей тресниковой корзины треснутую миску бедняка и торжественно вручил ее богачу ну а потом как говорится богача за ноги за руки бросили в воду ну и доплыл ли он с деревянной миски до берега или нет или по голове поглотил потому что остров исчезал тот кто на нем оставался уходил в мертвые миры в мир и так сказать другие и таким образом не знаю друзья мои добрался ли богач до берега или слили съели его крокодили лунильские кто знает но с тех пор его никто не видал ну а бедняк на знаете как говорится деньги купил соседский дом собянинский немножко прихорошил потому что там там было так сказать все как-то неживое посадил там всякие растения хорошие и так сказать начал жить поживать и добра наживать ну правда он бы человек хороший и жену там и детей собянина обижать не стал тоже стал кормить так ну там было принято можно было многоженство да то есть он как бы жену богача взял своей младшей женой ну и детей усыновил ну а как говорится собянин покоился в этом в желудке нильских крокодилов по частям по нескольким потому что он был противный один крокодил за один присест съесть его не смог мы подкусывали так ну как бы немножко да пообедали пообедали сейчас все друзья мои вот такая вот странная трагическая история которая в чем-то перекликается и с нашей жизнью все дорогие мои пока счастливо